Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Топыз, телефон 947-500. Выпуск подготовлен при поддержке завода кровельных материалов Кровельный центр. Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Топыз, телефон 947-500. Паводок будет небольшой. Октюбинские синоптики уверены, половодия этой весной не будет. Согласно прогнозу КАЗ Гидромета, в марте температура воздуха резко повышаться не будет. Отмечается только превышение нормы осадков. Факт групповой драки не нашел подтверждения. 3 марта на пульс 102 поступил звонок о якобы намечающейся драке подростков. Группа молодых людей была замечена в районе школы номер 61 поселка Заречный 3. Задержанный пояснил, что действительно обещал за 50 тысяч тенге оказать содействие при получении водительского удостоверения. Водительские права за 50 тысяч тенге. С таким предложением встречал посетители автоцона неизвестный предприимчивый гражданин. В ситуацию своевременно вмешались в стражи порядка. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Асель Растангалиева. Снег, метель и даже дождь обещают синоптики на этой неделе в октубе. Средняя температура воздуха сегодня и в ближайшие дни составит от нуля до минус 2 градусов. Ночью около 5-6 градусов со знаком минус. Также синоптики предупредили о штормовом ветре за пределами города в эти дни. 12 местами 15-20 метров в секунду. Температура ночью 3 мороза, 2 тепла, местами 6 мороза. Днем 0,5 тепла, местами 3 мороза. Октябрьские синоптики уверены, половодия в этой весной не будет. Согласно прогнозу КАЗ Гидромета, в марте температура воздуха резко повышаться не будет. Отмечается только превышение нормы осадков. Но вкупе с тем, что земля прошлой осенью практически не напиталась дождями, весенние талые воды по большей части уйдут в почву. По словам синоптика, в этом году паводок придется на третью декаду марта. Паводок-то будет в любом случае, при любом раскладе. Но судя по тому, как складывается на сегодняшний день погода, погодные условия, метеорологические условия, паводок будет небольшой. Ну, как такого прогноза нам еще не прислали, но ожидается, что будет небольшой. По объемам я имею в виду. 3 марта на пульт 102 поступил звонок о якобы намечавшейся драке подростков. Группа молодых людей была замечена в районе школы номер 61 в поселке Заречный-3. На место незамедлительно были направлены наряды патрульной полиции. В итоге полицейским удалось предотвратить назревающий конфликт. 16 несовершеннолетних детей задержали и доставили в Алматинский отдел полиции. Факт групповой драки не нашел подтверждения. После проведения профилактической беседы несовершеннолетние переданы родителям и директорам школ. С родителями также проведена разъяснительная работа об ответственности за своих несовершеннолетних детей. Сотрудниками Управления собственной безопасности областного департамента полиции пресечен факт мошенничества. По поступившей информации в специализированном цоне неизвестный человек предлагал желающим получить права, обойдясь без экзаменов и практического вождения за определенное денежное вознаграждение. При проведении оперативных мероприятий установлен и задержан местный житель, у которого изъяты весь перечень документов, необходимые для получения водительского удостоверения на гражданина А. Задержанный пояснил, что действительно обещал за 50 тысяч тенге оказать содействие при получении водительского удостоверения без экзаменов и практического вождения. Однако реальной возможности не имел. По указанному факту начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан мошенничество. В Алматы участники круглого стола правовые рамки свободы слова вчера-сегодня-завтра выразили протест против новых правил аккредитации. Мы выражаем свой протест против антиконституционных ограничений свободы слова. Мы за свободное получение и распространение любой неограниченной законом информации. Требуем отклонить реакционный проект приказа Министерства информации и коммуникации об изменении правил аккредитации. Требуем обеспечить открытую коллегиальную и гласную работу над новым информационным законодательством на всех этапах его создания, говорится в резолюции, принятой сегодня участниками круглого стола. О других событиях в стране и мире расскажем в следующей подборке. Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайда, которого в Вашингтоне считают легитимным временно исполняющим обязанности президента страны. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Ранее Хуан Гуайда объявил, что планирует вернуться в Венесуэлу. Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, но политику удалось сбежать. За неделю он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. 23 января Гуайда объявил себя исполняющему обязанности президента страны. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Управление гражданской авиации Пакистана вновь продлило запрет на использование своего воздушного пространства до утра вторника из-за обострения индийско-пакистанского конфликта. Исключение действует для операций из аэропортов Карачи, Пешавара, Кветы и Исламабада, которые получили разрешение обслуживать рейсы с 1 марта. Все граждане Казахстана уже вернулись из Индии. С 4 марта рейсы выполняются в штатном режиме, заявил журналистом официальный представитель МИД республики Айбекс Мадьяров. 27 февраля сообщалось, что пассажиры Айрастана рейса Дели Алматы не могли вылететь из Индии из-за того, что закрыто воздушное пространство Пакистана. Позднее авиакомпания сообщила, что самолет рейсом Дели Алматы пролетит вне воздушного пространства Пакистана. Днем позже стало известно, что Айрастана отменила все рейсы в Дели, запланированные на 28 февраля. Такая ситуация возникла в связи с обострением военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном. Более тысячи находящихся в китайских тюрьмах обратились в МИД Казахстана. В наше министерство поступило более тысячи заявлений от граждан, которые находятся в исправительных учреждениях Китая. По этим заявлениям мы работаем персонально, узнаем об их состоянии. Проводится работа персонально с каждым, потому что у каждого человека своя история. Сообщил сегодня на правительственном части Мажелеси министр иностранных сдел Казахстана Бейбута Тамкулов, отвечая на вопрос от фракции АВЖО. Количество наших соотечественников в Китае составляет полтора миллиона человек. В этом году из числа граждан Казахстана, которые имеют двойное гражданство, 33 человека были заключены в китайские тюрьмы. Мы со своей стороны по дипломатическим каналам и за счет работы консулов вернули 23 человека, уточнил министр. Нуждающимся в жилье многодетным планируется начислять по одному миллиону тенге по праздникам в Алматы, сообщается в проекте решения городского Маслихата. Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы дополнить пунктом 12.1 следующего содержания. Социальная помощь к праздничным дням оказывается единовременно в виде денежных выплат в размере 1 миллиона тенге для приобретения жилья гражданам, указанным в подпункте 13.1.21 настоящих правил, говорится в представленном сегодня документе. Представленные праздничные даты – это Новый год, Международный женский день, Наурус Мейрамы, праздник единства народа Казахстана, День столицы, День Конституции, День первого президента Казахстана. Дополнительные пассажирские поезда запустят по Казахстану к Наурус Мейрамы, сообщает пресс-служба о пассажирской перевозке. В частности, поезда Астана-1 Павлодар, Астана-1 Алматы-1, Алматы-2 Арыс-1, Казаларда-Атыра, уговорится в распространенном сегодня сообщении. Также отмечается, что назначен дополнительный рейс поезда Алматы-2 Уральск. Сразу после рекламы вы увидите. В Мемориальном музее Али Молдогуловы состоялся традиционный праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. Успешные женщины самых разных профессий встретились сегодня со школьниками и студентами. Сегодня с песнями, танцами и румяными блинами самые юные жители города провожали зиму. Воспитанники одного из детских садов отпраздновали первый день Масленицы. Челлендж, проведенный в городских школах с участием именитых спортсменов, подошел к концу. Сегодня заключительный флешмоб состоялся в средней школе номер 21. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в Октябрьском колледже коммуникации и новых технологий прошла встреча преподавателей с членами партии Нарутан. На заседании обсудили основные поручения главы государства по улучшению благосостояния граждан, их жизненных условий, а также вопросы здравоохранения и образования. Будет выделяться миллиарды и миллиарды денег для того, чтобы улучшить жилищные условия. Вы знаете, до 141 миллиона квадратных метров будет сдано жилье, будут сдаваться новые детские сады, будут сдаваться новые школы, места стационарные для лечения. То есть все в ближайшие моменты или в ближайшие годы силы государства и его средства в основном будут направлены на улучшение благосостояния. В Мемориальном музее Героя Советского Союза Али Молдогуловой сотрудники Департамента полиции провели традиционный праздничный вечер, посвященный приближающемуся Международному женскому дню. Успешные женщины самых разных профессий встретились сегодня со школьниками и студентами. Гульбахрам Кургулина, известная казахстанская писательница, социализируется на теме семейных отношений, пишет о проблемах женщин в семье и обществе. Она пришла сегодня сюда, чтобы рассказать подрастающему поколению об огромной роли женщин в обществе и поделиться своим жизненным опытом. Исходя из своего опыта, преподавателя, я много лет преподавала и немножко хоть работала в органах женщинами-преступницами, я стараюсь, свой опыт, сегодня как раз 36 лет, мой опыт жены, снохи, годовщины моей свадьбы сегодня. Я делюсь просто с молодежью, с молодым поколением, с девушками. Вот написала Кукушка и Тоте, много девушек бросают на помойные ямы детей. Об этом тоже пишу. Как желательно избежать этого. На встрече были и женщины, чьи труд призваны хранять мир, порядок и покой не только в семье и быту, но и в обществе. Подполковник полиции Гульмира Жуматаева считает, что женщина тоже может служить и защищать. Военно-патриотическое воспитание нужно во все времена. Во-первых, это молодежь воспитывает, молодежь закаляет. И самое главное, мы не должны забывать свои истоки, где наши прадеды, деды добыли своим кровью, потом, наше мирное небо над головой. Под конец мероприятия гости оценили выставку «Мир украшает женщина», где изделия декоративно-прикладного творчества представлены в национальном стиле. С музыкальным поздравлением выступили артисты областного центра народного творчества. Эмира Таутенова, Сергей Калашников, программа «Факт». Концерт для бабушек и дедушек организовали сегодня местные волонтеры. Он прошел в городском доме престарелых. Студенты исполняли песни, танцы, читали стихи и даже подарили пенсионерам тюльпаны в честь наступающего Международного женского дня. Сегодня в Дом престарелых мы совместно с Надей Флаустаточиной и Альянсов студентов Казахстана проводим концерт для пожилых людей. Поздравляем с 8 марта, даем концерты, там песни будут петь и будут танцевать, будет очень весело. И в конце мы будем дарить букеты, которые приготовили наши партнеры. Совместно с одним из цветочных салонов города волонтеры подарили цветы 95 женщинам, проживающим в Доме престарелых. Сегодня в Ак-Тубе насчитывается 40 волонтеров Альянса студентов Казахстана. Они занимаются благотворительной деятельностью и помощью социально уязвимым слоям населения. Сегодня в открытом в 1973 году Доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 225 человек. Из них 93 инвалиды первой и второй групп, а также пенсионеры, самому старшему из которых 94 года. Сегодня с песнями, танцами, румяными блинами самые юные жители города провожали зиму. Воспитанники одного из детских садов отпраздновали первый день Масленицы старинного народного праздника. Издавна устраивались народные гуляния. Назывался этот праздник Масленица веселый и разгульный. Масленица – древнеславянский праздник. В своем первозданном еще языческом виде праздновался он в дни весеннего равноденствия 22 марта. Так что, по сути, славянская Масленица – аналог восточного наурыза. Уже после христианизации восточных славян праздник внедрили в церковный календарь. Наполнили другим смыслом и сдвинули дату. Теперь его отмечают за неделю до Великого Поста. В этом году ее начало выпало на 4 марта, а закончится Масленица уже в это воскресенье. На протяжении 7 дней люди устраивают гуляния, ходят в гости. И, конечно, всю неделю пекут блины, которые символизируют солнце. А в последний день Масленицы на столе должна быть яичница. Каждый день этой праздничной недели имеет свое название и смысл. Вторник, например, – заигрывание. В этот день принято заводить веселые игры и угощать заорганизованное веселье блинами, как это сделали одни из самых юных жителей Актубе. Сегодня праздник Масленицы, это праздник веселья. Хотим всем казахстанцам желать добра, счастья, чтобы дети были здоровы. С прыжком! Молодцы! Вместе с воспитателями и родителями дети дружно отгадывали загадки, пили частушки и участвовали в конкурсах. Только вот соломенное чучело пожалели, не сжигать не стали. А в такую холодную погоду согревал чай прямо из самовара с главными угощениями праздника – блинами и оладьями. В Масленице время не только печь блины, но и просить прощения. В конце праздника все попрощались зимой и со всеми обидами. Амира Таутенова, Алексей Уразов, программу «Факт». Челлендж, проведенный в городских школах с участием именитых спортсменов, подошел к концу. Сегодня заключительный флешмоб состоялся в средней школе номер 21. Как и предполагалось, акция вызвала большой интерес детей, которые проявили активность подготовки и ее проведение. Более тысячи школьников в течение всего месяца поддерживали необычную акцию по возвращению в школы бесплатных спортивных секций. С таким призывом обратилась к местным мастерам спорта, своим коллегам, неоднократная победительница республиканских и мировых первенств по самбо и универсальному бою Райса Байлиева. Сегодня организаторы подводят итоги этой работы и благодарят тех, кто отозвался. Единично откликнулись. Это Аши Магай, чемпион мира по карате, Евгений Гончаров. Потому что он действующий тоже чемпион мира. Ну, конечно, было бы радостно, если больше бы откликнулись на тот факт, когда я сказала нашим доблестным тренерам, чтобы они хоть месяц могли бы проработать в школе именно с детьми. Я также благодарна нашему руководству Акиму города Испану Илья Сапорбековичу, руководству областного спорта, руководству городского спорта. Они сами приходили, посещали эти флешмобы, вместе с детьми они поддержали и дали большой стимул детям дальше показывать флешмобы еще более активную и зрелищную на 150-летие города Ак-Тюбе. В общей сложности более 1300 детей из 12 городских школ стали участниками флешмобов на свежем воздухе. Сегодня финишную черту подвели ученики 21-й школы. Самые активные команды в итоге будут награждены грамотами и призами за лучшую подготовку. Ну а сам призыв остается в силе, как хорошая альтернатива проявить свои лидерские качества и сделать спорт доступным для всех. Когда дети видят именно тех людей, которые выступают на больших аренах, им большой стимул в жизни и определится цель на самом деле, как они могут себя проявить в спорте или в другом деле. Ну, к сожалению, очень мало нас, так как я думаю, если мы будем этот флешмоб проводить по спортивной части, надо именно развивать школьный спорт. Я это мотивирую, развивать именно школьный спорт. Все такие выдающиеся спортсмены, это надо начинать со школы. Это вот за границей такая работа проводится. И я вот эту работу начала, но думаю, на следующий год, в последующих годах, эту работу еще будет больше и больше охват брать. В этом месяце организаторы планируют продолжить челлендж за пределами города. К старту призывают руководители и учеников теперь уже сельских школ во всех районах области. Ирина Гуд, Смирлана Манжелов, программа «Факт». Казахстанский лыжник Алексей Полторанин отказывается выходить на связь с казахстанскими дипломатами. Полторанин отказывается выходить на связь пока. Насколько мы знаем, с консулом он не встречался, сообщил в кулуарах Мажелиса вице-министр иностранных дел Казахстана Иржан Ашикбаев. Он отметил, что у казахстанской стороны нет оснований не доверять австрийским правоохранителям. В то же время борьба с допингом, открытый диалог со спортсменами – это всегда наша принципиальная позиция. Мы за чистый спорт и за равные условия для всех наших спортсменов. Казахстан присоединился к соответствующей конвенции ЮНЕСКО. Все эти стандарты отрабатываются, заверил Ашикбаев, посетовав, что факты нарушений со стороны спортсменов все еще встречаются. Напомним, Алексей Полторанин признался в применении кровяного допинга. 1 марта стало известно, что Международная Федерация Лыжного Спорта временно отстранила Полторанины и еще четверых спортсменов от участия в соревнованиях. О других новостях спорта смотрите в следующей подборке. Диагностика теген көрсетлері, линзалардың барлық түрлері, бибокалды, астигматикалық, прогрессивті, түрлі түсті контактілер линзалар бар. Козыгры 15 минуттары салады. Кез келген күрделліктегі жүндеу, үзіліссіз, демалысыз. Біз сіздерге қуаныштымыз взгляд оптикасы. Олейханып кушесы 32, теміржол вақзала айылдамасына қарама қарса. Абардарбул, тонус табол. Жизберде ТЦРТ-ФМ, Ахтуберадиоса. Эврика. Весь год по минимальной цене. В любом отделении Коспочты открыта подписка на 2019 год. На срок от 1 до 12 месяцев. Эврика. Подпишись сегодня и читай каждую неделю. Субтитры создавал DimaTorzok